Вопрос к правоохранительным органам. Там он сказал одну фразу, зачитаю дословно. Гуманитарная катастрофа внутри Мауриуполя однозначно, потому что заехать с продуктами питания, лекарствами, водой туда невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои, убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам сказать не могу. Многие из них отвезены назад. Так вот, это чистая ложь. Потому что, я думаю, исходя из этих слов, господин Зеленский даже не знает, где находится Мариуполь и кто там живет. А там живут такие же родственники, жители ДНР, которые в свое время голосовали на референдуме и которые подверглись определенным репрессиям после того, как в 2014 году с помощью автоматов и оружия захватили Мариуполь украинские войска. Я хочу сказать, что гуманитарная помощь подвозится регулярно со российской стороны. Люди приходят, получают. А именно со стороны Мариуполя, со стороны Азовстали, где находится батальон Азов, происходят острелы из градов. Происходят острелы с тяжелой артиллерией по дорогам, которые идут на выход из города. Именно там, как свидетельство вот этого геноцида против мирного населения, стоят до сих пор расстрелянные машины с погибшими мирными жителями. По конкретно Запорожскому шоссе, в котором мы заезжали. Именно поэтому все территории обстреляны градом. Именно поэтому сложность есть с доставкой гуманитарного груза. Но гуманитарный груз доставляется России и распределяется через гуманитарные команды людям. И сейчас гуманитарный груз не партийный. Нельзя на гуманитарной помощи позиционировать ту или иную партию. Это общенародная поддержка. Когда мы возили 95 конвоев, мы не акцентрируем. Наша задача Компартии была помочь людям. И сегодня я передаю просьбу и Леониду Ивановичу Пасечника, руководителя Луганской Народной Республики, и Дениса Пушилина. Первые необходимые меры, которые нужны. Первое. Это семена, которые люди могут на приусадебных участках посадить и прокормить себя. Это посевные. Сейчас как раз будет посевная. Это поможет людям пережить это голодное время. Это в первую очередь выплатить хотя бы по 10 тысяч первых подъемных людей с минимальными бюрократическими волокитами. И, конечно же, поддержка Минобороны для того, чтобы мирно освобожденные деревни, дороги разминировать, чтобы туда прислать максимальное количество саперов, потому что заминированных дорог очень много. Мне действительно удалось посетить несколько госпиталей, которые оказывают сегодня помощь. Понятно, что КПРФ занимается гуманитарной помощью. Тот конвой, который пришел вместе с нами, это продукты, это товары первой необходимости. Но сегодня в рамках военных действий, в рамках увеличения количества раненых, больницы остро нуждаются в лекарственных препаратах, они нуждаются в перевязочных средствах, нуждаются в медицинских изделиях. И, безусловно, Российская Федерация со своей стороны эту помощь окажет и должна оказать. Мы говорили с ранеными, мы говорили с мирными людьми, эти больницы лечат и детей, и взрослых. И, что самое интересное, в этих же больницах высококвалифицированная помощь оказывается в том числе и пленным солдатам ВСУ, в отличие от противоположной стороны. Я был свидетелем этого, поэтому врачи, медицинские работники делают все возможное в этих сложных условиях. И, естественно, поддержка, лекарственная поддержка, поддержка перевязочными материалами, поддержка кое-каким необходимым оборудованием сегодня крайне нужна. Точно так же, как и нужна система оказания медицинской помощи, которая, по большому счету, была разрушена. И вот на этих территориях, которые контролировались вооруженными силами Украины, на сегодня первичная медицинская помощь подорвана, а в некоторых местах полностью отсутствует. Это сложный процесс и организация этой помощи, интеграция ее и оказание, самое главное, этой помощи по стандартам Российской Федерации. Потому что, я напомню, порядка 800 тысяч сегодня жителей обеих республик – это граждане Российской Федерации, которые имеют право и должны получать медицинскую помощь в тех объемах и такого качества, которое гарантировано нашим гражданам, которые проживают непосредственно на территории России. Выстроить эту систему в максимально короткие сроки – это задача, которая сегодня стоит. Стоит в том числе и перед нашей фракцией в Государственной Думе. В нашей делегации было проведено ряд встреч с представителями Министерства образования и Луганской Народной Республики, и также Донецкой. Безусловно, сегодня уже запущен процесс интеграции в образовательных учреждениях, в том числе и высших учебных учреждений. Одно из них мы также посетили. На сегодняшний момент 8 вузов уже ориентированы и работают по тем же практически программам, что и наши, и выдаются дипломы российского образца. Эту работу также надо проводить. Также необходимо оказать молодым республикам помощь в замене учебников. Многие знают, что буквально на днях были найдены в Мариуполе несколько учебных пособий, где действительно ребятишкам было навязано антироссийские настроения. И мы здесь обязаны просто-напросто оказать эту помощь. Это порядка 6,5 миллионов учебников. Также донецкие школы уже в этом году выдадут порядка 2 тысяч аттестатов российского образца. И вот еще раз повторюсь, этот процесс интегрированно необходимо продолжать и всячески оказывать помощь. Спасибо. Спасибо. Мы ведем комплексную поддержку той программе, которую обнародовал президент Путин в своем обращении к гражданам. Без военно-политической операции не удалось решить многие проблемы. Та сторона отказалась вести полноценный диалог. Американцы продолжали свою агрессивную политику. Я недавно посмотрел и послушал, с чем приехал Байден в объединенную Европу. И еще раз просто поразился. Америка и ее президент не в состоянии вести полноценный диалог. То, как он выступал и с чем выступал, это вызывает не просто удивление и возмущение. Человек, который надеем большими полномочиями, выступает в качестве провокатора и организатора, в том числе и свержение власти в Российской Федерации. Только российский народ определяет судьбу нашей державы. И мы все будем делать для того, чтобы укреплять внутреннее единство в условиях той войны, которую англосаксы и америкосы нам объявили. Мы выдержим, мы хорошо помним всю их политику за многие годы. В свое время Вудро Вильсон, после того, как пришла советская власть, подготовил меморандум разделить Советскую Республику на 20 кусков и агитировал Антанту пойти в поход против советской власти. Господин Черчилль каждую неделю призывал расправиться с советскими руководителями, Лениным, Сталином и всеми остальными. Чего у них не вышло. Ленинско-сталинская модернизация и Красная Армия показала выдающийся результат. Разгромила Антанту, разогнала всю эту Колчаковщину и все сделала для того, чтобы достойно возродить нашу тысячелетнюю державу. А Сталин вместе с наркомами своими построили за 10 лет 9 тысяч лучших предприятий. Я вчера послушал небрежные репортажи господина Киселева относительно ленинско-сталинской модернизации. Хочу напомнить господину Киселеву, что еще никто в мире не побеждал, который плюет в великую эпоху. Никто никогда. Когда пришлось призывать в Красную Армию бывших царских офицеров, то было обращение социалистической отечественной опасности. И 86 тысяч царских офицеров пришли служить в Красной Армии. Они обеспечивали эту победу. Они понимали, что пришли приватизировать и делить иностранный капитал в нашу великую державу. Если собираетесь снова побеждать, кончайте спрягать советскую историю. По крайней мере, господину Киселеву напоминаю, что советская власть спасла российскую государственность. Ее спалил Николай II вместе с Временным правительством. И им, нашим большевикам и руководителям, пришлось заново собирать страну мирно на съезде в новой форме, в форме Союза Советской Сатистической Республики. Эта форма оказалась настолько эффективной, что позволила, собрав все народы, создать лучшую социальную систему, лучшую систему обороны и защиты, лучшую военную технику, лучше обеспечить военные операции, будь то разгром фашистов под Москвой, Сталинградом или на Орловско-Курской дуге. Позволила освободить полностью от фашистов Украину, Белоруссию и Европу. Позволила нам, высоко подняв красное знамя Октября Ленина, водрузить его над Рейстагом. Позволила за пять лет после войны восстановить все порушенное хозяйство, все хозяйство. И первым прорваться в космос, создав параллельно ракетно-ядерный паритет. Вот господин Киселев пусть докажет, что за последние 20-30 лет под руководством Чубайсова всей этой пьяной воровской команды чего добились они. Путин попытался заявить в 2007 году, что у нас будет новый курс. Мы не согласны с тем, что Америка будет всеми командовать. И тогда руководцы нашей страны объявили врагами, и сейчас ведут беспощадную войну на уничтожение. Поэтому, борясь против совместных противников, надо максимально сплачивать людей, но без опоры на великую советскую эпоху сделать это невозможно. Поэтому наша программа отталкивается от уникального опыта российской тысячелетней государственности, которая всегда держалась на сильной, исполнительной власти, умной, образованной, грамотной, на высокой духовности, на чувстве коллективизма и житейской справедливости. Если будут опираться на эти четыре главные стержни, тогда у нас будет непременно новые победы и новые успехи. Наша программа, которую мы вносим, как раз базируется, прежде всего, на этом. Я призываю вас всех активно сплотиться и помочь нам ее реализовать. Она пропитана духом нашей державности, справедливости и высоком чувстве ответственности перед всеми народами нашей огромной Родины. Желаю успехов всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова